Так, здорово, народ! Это не обзор на пиво, которое победило по голосованию в телеге. Это обзор просто так, по просьбам, которые поступали от людей, и поступали, например, на сидоры. Обзор, который выйдет после этого, я даже закупился, уже думал снять в один день, но я думаю, я после восьми обзоров, восьми пивасов темных, у меня сил не будет, потому что в кадре-то я выпью по полкружки, и потом я это все допью, и восемь пупилок темного пива, я уже понимаю, что мне плохо будет, мне даже закусить это нечем, но неважно, обзор на темное пиво, и сегодня я решил ракурс новый, пишу на петличку, сегодня восемь конкурсантов темного пива, я не буду ничего убирать, оно все у меня холодное, все из холодильника, не так, как в обзоре на импортное досадки. Сегодня у нас Балтики-6, Браунель относительная новиночка от Балтики, ну как, среди всего, что тут есть, это, наверное, новое пиво, пиво чудское темное, я просто увидел, у него забавная этикетка с мужиком, с каким-то богатырем, который стреляет из лука, не знаю, или амурмиц какой-то. Прикольная этикетка, выглядит даже, если честно, как такое полукрафтовое пиво. Черновар, единственный импортный здесь экземпляр, потому что как-то, я не знаю, я все пиво взял в одном магазине, зашел в семейный магнит, я набрал уже такой 8 банок, я думаю, да я не буду заходить в другой магазин, ну больше 8 брать уже до хрена. Если там есть какие-то пивасы, которые вам нравятся, которых здесь нет, вы просто напишите, будет называться обзор на темное пиво, часть 1. Это черновар, раньше он в пятерочке 100 рублей стоил, сейчас стоит, что-то за 140 взял, я когда начну пить первое пиво, я ценники озвучу, у меня чек валяется дальше. Крушовица темная, я не помню, когда я в последний раз темную пил, мне светлая нравится, я говорил, она в обзоре на любимое пиво, интересно, что с темным. Я в целом, кстати, не любитель темного пива, но людям нравится, поэтому сделаю. Отличить, конечно, хорошее от плохого, я смогу, думаю, без проблем. Дальше, старый мельник из бочонка. Не знаю, я к старому мельнику отношусь, типа, ну, пиво и пиво. Раньше, по-моему, какой-то старый мельник был за 30 рублей в красном и белом, но он был в зеленой банке, по-моему, с мельницей. Так, дальше, жатецкий гусь черный. Блин, я его пил один раз, честно. Обычный же отецкий гусь люто так подскатился. Интересно, что у них с темной версией. Вдруг она, как и версия зеленого козла, все еще неплохая. Так, жгули. У меня бирдокили валяются под кружечки. Жгули бархатная. Очень мне понравилось в обзоре на все жигулевское, ну, на все пиво жигули. И я тогда его так хвалил, что я не знаю, что Анус Михаила Ершова, еще не один из популярных пивных блогеров, так не вычищал своим языком, как я нализал этому пивасу. И что у нас тут еще? А ну и классика, которую все любят. Козел, блин, у нее бутылка такая темная, у него козла. Сколько она? 0.35, что ли? Я не знаю. Она в руке тоньше. Ну, я не знаю, вот так вы заметите, но она прям тоньше, чем живу. Сколько тут объем? Подождите, я даже заранее хочу посмотреть. Короче, они где-то в ебенях это пишут. Видимо, мне кажется, они еще бутылку меньше сделали. Спереди объема нет. Сейчас тут по количеству спирта можно понять. Не, 0.45. Ну, какая-то бутылка тонкая, может стекло тоньше использоваться. Так, ну ладно, сейчас я достану чек просто, чтобы мне лежал, и поедем дальше. Короче, начинаем. Я буду прям вот так, наверное, хотя нет, я буду рандомное пиво хватать, но я хочу начать отсюда, Балтика Браун Элюш. Хочется его попробовать, я его, помню, для ТикТока обозревал, я его два раза в жизни пил. Кстати, выглядит не очень темно через бутылку. Так, Балтика темная. Так, состав вода. Солод ячменный светлый, карамельный, ячмень, сахар, хмель и продукты, 11 экстрактивности, 4,5 алкоголя. Ну, чё-то... Кстати, тут крышка не откручивающаяся. Я сейчас просто закручивающуюся крышку кручу. Извини, чё-то ское. Да, блин. Сейчас чё-то ское открою. Не, лучше не буду это так переживать. Чем мне это открыть-то? Есть чё проекламировать тут? Ложки. Хорошая реклама ложек, пацаны. Не знаю, Балтика чё-то ужасно закрывает пиво, что я его рукой вот так смог провернуть. Выглядело, если честно, опасно. Но это не прям тёмное пиво, это Браунель. Но Балтика чё-то сюда... Чё она там, сахар пихнула? Давайте посмотрим. Я чё-то забыл уже. Светлый карамельный ячмен. Не саложёнка и сахар. Ну, такое, если честно. Тёмным пивом это не назвать. Это такой, да, Браунель. Я не знаю, зачем я его купил. Просто бутылка очень... Ну, во-первых, кстати, почему я купил это пиво в обзор на тёмное пиво? Тут написано, вообще-то, тёмное. Так что, ладно, ко мне вопросов нет. Экстрактивность, цвет 35 единиц, горещи 22 единицы. А ещё у меня в комнате реваняет маринадом от перца халапеньо. Ну, какой-то сладковатый такой запашок. Ну, не скажу, что пиво пахнет мерзко или прям очень приятно. Пахнет и пахнет. Чё бухтеть-то. Короче, я бы на месте Балтики это пиво переименовал. Хорошее название для этого пива. Ржавая вода. Газированная. Вкуса нет никакого. Не солодового. Какой-то он скучный, солодовый вкус. Это реально как будто ржавчиной отдаёт. Оно пустое, оно невкусное, оно неинтересное. Это просто мя, а не пиво. Я не знаю. Это будто взяли... Ну, сейчас чуть появился вкус сладковатый такой, но горчинки, ничего интересного в этом пиве нет. Какое-нибудь... Ну, вот козел же гулебарное, я уже знаю, что они будут вкуснее. Это даже как браунель, хрень полная. Я не знаю, возьмите... Чё бы такое вспомнить? Эмбер лагер, наверное, от Горьковской будет вкуснее. Кстати, все... Хочу, да, снять обзор Волковской против Горьковской, но... Мне пока надо найти оптимальный маршрут, чтобы купить все нужные пивасы Иппу-Апу. Что-то типа лагера и сталт. Иппу-Апу ещё легко купить. Сталты уже тяжеловато. Лагеры тоже. Чё-то светлячок и волчок пропали. Я не зову это пиво мерзким, его можно выпить спокойно. Такой железистый, неприятный вкус, но... Я не знаю, я это пиво второй раз не куплю. Даже пшеничка вот эта была какой-то, ну, такой жиденькой, но нормальной. А вот эта прям, ну, реально коричневая вода. Не знаю, жопу помыли типа в чане. Мы просто калом подкрасили воду, и вот она такого цвета получилась. Не, второй раз не куплю. Я этому даже поставлю, наверное, 4 балла. Это ниже проходной пятёрочки. Проходная пятёрочка, это любая, кстати, пятёрочка. Вы же её проходите. Но мне это пиво абсолютно не нравится. Это разочарование, это фу. Я его ещё много налил. Знал бы, налил рюк себе, выпил бы. С горя бы. За упокой пивоварни Балтики. Не, херня полная, лэндовать следующий пивас. Короче, следующее пиво, это у нас чудское тёмное. Взял его из этикетки, прикольный. Ну, опять же, говорил, брал в магните. Ценники, царям, не будет. Буду называть всё по памяти. Пять алкоголя, 0,5 плотности стоило около 80-90 рублей. Точно реально не помню. 14 плотности, то есть плотное пиво, 5 алкоголя тоже, ну, уже не так мало. По составу у нас здесь вода, солодь ячменный, светлый, жжёный ячмень, то есть это не соложёнка, но жжёный хмель, дрожжи. Кстати, зачем они дрожжи указали, если пиво фильтрованное? Ну, да ладно, а дело это у нас кто? Псков, улица Яна Райниса. ООО ПКЛ. Не знаю, что такое ООО ПКЛ, но да ладно. Ой, плотно закрыто. Кстати, выглядит как будто это крафтовое пиво, если чрезвычайно. Косяки производства. О, пахнет. Ну, пахнет уже неплохо. Вот эти я его даже, наверное, вот так хочу сделать. Меняем бокал. Я как хочу бокал, так и миксую. Не пофиг. Ну, вот это уже тёмное пиво, да, в отличие от Балтики, которая такая. Ну, ржавая вода, но для нас-то тёмная. Других слов просто мы не знаем. Там полутёмное, бархатное, но оно прям чёрное, оно не просвечивается вообще. Пены, правда, особо нет, но запах. Такой слегка шоколадный, приятно пахнет пиво. Жёнка, карамель, шоколад лёгкий. Ну, не прям как шоколадный стаут, но пахнет приятно, мне нравится. Слабая газация, правда, у пива. У меня он жжёт, кислит. Так много жжёнки, что она кислит. Сахар, я думал, оно будет сладкое, ну, сладковатое, потому что плотность 14, алкоголь 5. Ну, как будто сухое. Ну, я не знаю, оно скучное, оно просто горькое. Причём не хмелевое, горькое, а вот жжёнка горькая. Как будто, я не знаю, вы еду сожгли, и она теперь горчит у вас. Ну, не знаю. Пахнет это пиво лучше, чем на вкус. Ему какого-то тела не хватает, оно сухое. Может, есть какие-то любители такого пива, но... Оно по параметрам на него не похоже, потому что, ну, тут должен быть какой-то сладковатый такой привкус у пива. Но лучше, конечно, Балтики, но не знаю. Для любителей сухого такого пива, где просто вкус горечи жжёный, может, и зайдёт. Мне нет, для меня это, типа, пятёрочка, но кому заходят сухие пивасы такие, наверное, где-то 6-7 даже баллов прям. Им это понравится. Ну, это лагерь, по-моему, да? Тут нет никаких таких интересных нот вкуса, которые элева и дрожжи вырабатывал. Ну, пиво, да нормальное, в принципе, пиво. Я думал, будет говно, если честно, прям. Кал какой-то. Ну, это норм. Дороговато, наверное. Ну, 0,5 хотя бы честное можно получить. Я второй раз тоже не взял это пиво. Пока что ни одной из этих пивасов я второй раз не взял. Это хотя пятёрка, но... Просто пятёрка, потому что, ну, я объективно понимаю, пиво нормальное, но не моё просто. Я в целом, конечно, не фан тёмных пивасов, именно лагерев. Мне нравится какой-то там русский имперский стаут 10-ти градусный, отлично, в меня зайдёт. На утро из меня приятно выйдет. Кроме каких-нибудь стаутов имперских, которые в бочках из островного вискаря выдерживаются. Я помню, как-то я взял имперский стаут от Джавс. И он был как раз-таки настоен в бочке из-под вискаря, который островной. И он так йодом нёс, что я с корешем 0,33 на двоих ели от него выпил. А вот какой-нибудь, блин, взять это одной тонны, шоколадный мамонт, вообще с радостью заходит. Вкусняшка просто. Ну, и много других вкусных есть, я не знаю, просто... Шоколадный мамонт это имперский стаут, который топ за свои деньги. Он стоит недорого и вкусно. И в точке разливного пива... Ну, точнее, не разливного пива, а... Просто в пивном магазине, там и разливное, и баночное есть. И крафт, и классика. Он там на кранах какое-то время стоял, стоил типа что-то 350 рублей за литр. Ну, типа 350 рублей за литр 10-градусного пива. Это, если пересчитать на обычное, даже недорого выходит. Оно очень вкусно, его пьёшь. Я не знаю, литр взял и наебенился. И даже закуски не надо, в принципе. Но литрово многовато. Да, вот бы сделать обзорный имперский стаут. Ну, короче, волос был. Ну, хорошо, он был на дне, а не в стакане. Рядуйтесь, когда волос под стаканом, а не в стакане. Наверное, это звучит, как цитата Александра Невского из какого-то его фильма. Не, его пьёшь, всё равно вкуса не появляется. Еще раз. Чуваки пивас, типа, сойдёт, не моё. Но, типа, я пятёрочку поставлю. Если вам нравится, когда в пиве просто кроме вкуса жжёнки ничего нет, для вас это 7 будет баллов. Но, объективно, это пятёрка. Она лучше, чем баллась, потому что она не мерзковата, пустое. Но тут кроме вкуса жжёнки ничего нет, и это неинтересно. Давайте к следующему пиву перейдём, и сразу, без каких-то пауз, раз я уже... Я здесь, видите, я никуда не уходил, я всё ещё... Уже запинаюсь, но всё ещё сижу. Давайте хочется взять черновара, наверное. Я помню, блин, забавная тема есть с черноваром. Ух, как он пшикает. Короче, у Хованского как-то был обзор на тёмное пиво, и у него там был черновар, и там ещё было... Ну, у него были все русские пивасы тёмные, и был импортный черновар. Ну, единственное импортное пиво, которое там было. Черновар в России не делают. И он там смотрел, типа, есть ли город Раковник в Чехии. И он всё думал, что это наёб, что это российский город, и что это пиво делают там. Но он сам потом с этого угорал. Написано, алкоголь 4,5 чёрный, черновар. Черновар, я букву перестаю его говорить, черновар. Традиционно, видно, чешский лежак. Уварено в раковнике. Да, вот, раковники. Так, кстати, ну для России пишут. Стоит, по-моему, 140 рублей. Раньше по сотке продавался. Вода, ячменный, карамельный, жжёный, солод, хмель. Забавно, они пишут как-то очень странно. Ну, ладно. Блин, а обзор странный. Я так отвлекаюсь там на алерт в телеге и так далее. Надеюсь, как-нибудь смонтаживает неплохо. Плотость 11,4. Ну, кстати, я вот говорю, вот, я говорил это в обзоре на пиво до 100 рублей импортное. Вот, как я говорил про Прагу. И всё. Про другие пивасы я этого не говорил. То, что вот всякие чехи и германии, они умеют в красивую пену. Вот у нас производители, далеко не все умеют делать красивую пену. Посмотрите, пена выглядит шикарно. Такая бежевая, вот, цвета, кремового пива светлее, чем чуцкое. Чуцкое. Я буду постоянно думать, какое же правильное ударение. Посветлее, но выглядит красиво, особенно из-за пены. Я не знаю, вот в лагерах, светлых, тёмных, в таких сортах пена реально тащат. Тут уже такой запах жёночки со сладостью какой-то карамельный, приятный. Но запах, если честно, в Чуцком был получше даже. Попробуем на вкус. Ну вот это, да, это повкуснее. Тут не так много жжёнки. Ну, короче, запах у Чуцкого получше. Вкус здесь интереснее. Он как-то не так жжёнко это выпирает. Какие-то ещё есть нотки такие приятные, карамельные. Сладковатое. Пиво как-то, не знаю, оно сбалансированное, короче. Но маловато газации, если честно, в пиве. Но это пока лучшая черновар. Потому что это кал, это жжёнка и ничего. Вот это сбалансированное. Оно округлое, оно приятное. Оно заплатило денег. Как же я люблю, когда у меня 400 подписчиков и говорит про то, что мне платят в пивной компании. Из Чехии, тем более. Короче, не, пиво. Не лучшее, тёмное пока. Ну, из тех, что я пил когда-то, лагеров. Я думаю, даже не лучшее, возможно, из тех, что тут будет. Но среди трёх пока выпитых, это точно лучшее. Газации чуть побольше бы. Ну, на всякий случай. Потому что, ну, оно выдохнет со временем. Это я чуть налил, и вроде нормально. Если честно, чуть-чуть больше бы сладости. Вот чуть-чуть совсем. Не говорю, чтобы оно было сладким. А вот, немножко. И прям было бы вообще зашибись. Так, это где-то 6 баллов. Знаете, иду просто. Да можно оценки не выдумывать. 4, 5, 6, наверное, 7, 8, 9, 10, 11 будут. Если это будет так, если же отецкий гусь, сколько там, 9 баллов получит? Я не знаю. Сальто сделаю. Ну, чего-то ему не хватает. Такой вкус жужжонка переходит в лёгкую даже ржавчину. Нормальное пиво. Но, кстати, 140 рублей я бы не тратил на это пиво. Мне кажется, козел будет лучше какой-нибудь. Я, кстати, следующую крушовицу попробую. Мне прям очень интересно. После того, как мне светлое нравилось. Нравится теперь, наоборот. Она мне раньше не нравилась. Я её как-то не ценил. Сейчас мне она заходит после того. Ну, я уже эту историю 20 раз рассказывал, как им с корешем пиво вслепую пробовали. Я всё, я пытался этого друга уговорить, давай вместе видосы снимем. Причём у меня есть видосы на одном из каналов, где мы с пацанами снимали обзоры на пиво. Мы сняли где-то там штук 6 обзоров. И мы там что-то... У нас есть там обзор на полторашки. И он идёт чё-то час пятьдесят, по-моему. Там пять полторашек. И он идёт очень долго, потому что мы каждую полторашку допивали. Ну, а черновар получает шестёрку. Не знаю, больше мне прям совесть не даёт ему поставить. Нормально. Шесть — это неплохо, это хорошая оценка. Мы пока... Я сейчас чуть... Надо подышать, пацаны, чтобы перейти к следующему пиву. Следующий пивуас. Я всё ещё иду по порядку. Мне это не нравится, потому что я хотел брать рандомное пиво. Но я же сказал, очень хочется сравнить крушовицу тёмную. Ну, не сравнить, а понять. Так же она хороша, как и светлая российская крушовица. Потому что это один из моих любимых пивасов. Роял. Ну, у нас, кстати, и обычный роял. Это чёрный роял. Я, кстати, не особо понимаю прикол того, что клеят фольгу вот эту сверху. Хотя, это, наверное, чтобы там, когда крысы бегают на складах, потом пить. Но вы же всё равно тут фольгу не будете отдирать, наверное. Ну, правда, если вы не очень чистоплотный человек, поэтому вы её отдерёте и будете пить из бутылки. Но пить из бутылки, мне кажется, вариант только если вы находитесь на улице. Премиум чешское пиво. Нальём. Я не буду кружки мыть, сорян. Если кто-то хочет докопаться, то мне лень. Хотеть мыть кружки, я просто это... Даю немножко кружке выдохнуться, когда я из неё всё выпил. Пиво тёмное, пастеризованное. Крушовица черня. Написано черня, не чёрная, а черня. Вода, солод ячменный светлый, ячменный пивоваренный... Чего? А, ячмень пивоваренный, всё. Солод карамельный, солод жжёный, хмельопродукты. Тоже несложёночку добавили, карамельку соединили с жжёночкой. 11-3 плотности, 4 и 1 алкоголь. Ну, кстати, я вот хвалил черновар за пену, но кружовица не сильно ушла. Вы посмотрите, она такая невысокая, но выглядит приятно пена. Да и надцвет, кстати, выглядит плюс-минус как черновар. Но запах... Да нет, кстати, запах неплохой. Но такой слегка как будто железистый. Но это, видимо, проблема многих тёмных пивасов, что... Жжёный солод, видимо, немножко такой ароматику даёт. Ну, блин, пена быстрее седает, чем в черноваре. Давайте на вкус. Ну, короче, плюсы относительно черновара. Вот тут есть вот лёгкая, приятная сладость. Оно не сладкое, а такая вот лёгкая нотка, приятная. Дальше, плюс, оно нормально газировано. Но в целом черновар выглядел вкуснее. У него какой-то вкус был интересный. Это как-то карамелька чуть играет. Какая-то такая вот... Не знаю, вот... Я не могу почему-то описать черновар. Я профессионал в пиве. Но сейчас скажу, подождите. Да не, он не вкуснее. Что-то ещё попробовал, он просто горький. Даже крушовица поинтереснее. У него какой-то вот лёгкий такой, знаете... Сухофруктовая нота в аромате появилась. Блин. Это что, опять 4, 5, 6, 7 пойдёт? У меня реально на повышение... Так, надо будет пиво с конца взять потом. Не, ну, крушовица неплоха, если честно. Хочется, правда, знаете, сейчас какой-нибудь там колбаски укусить. У мужика какого-нибудь... Просто я пью без закуски, поэтому мне немножко тяжело. Как говорил пророк Санбой. Тяжело. Тяжело. Мне просто лень будет эту вставку сюда добавлять. Я потому что, не знаю, попытаюсь, возможно, на следующей неделе два обзора снять. Точнее, не снять, а выложить. Я, получается, на этой неделе два сниму, наверное. Типа в среду и в пятницу было бы прикольно. Короче, блин, если честно, я бы вот как-то сильно не разделал черновару-крушовицу, но крушовица будет получше только за счёт того, что она дешевле. Вкус сравнить напрямую трудно, но в чём-то лучше одно, в чём-то лучше другое. В целом, я выбрал бы крушовицу, ну, потому что я за одни и те же деньги куплю две крушовицы, чем один черновар. Плюс реально нормальная газация. Я не понимаю, почему они в банке, она у них такая маленькая. В Европе что-то проблем с уголь кислотой. Ну, блин, пахнет, вот мне нравятся запахи, приятные, но нотка такая сладенькая. Крамельная, не знаю, типа, шоколадный бисквит, может быть. Даже получше, наверное, черновара пахнет. Ну, или наравне, короче. Не буду их сравнить, это тяжело мне как-то. Они просто вот, типа, вот так где-то, ну, крушаются чуть выше. Ну, как выше, на целую банку выше. И после нее нет какой-то мерзости, ну, не мерзости, а джонки. В плане, она не забивает все рецепторы, что вот такие сидите, и хочется вот сильно чем-то это или запить, или заесть. Как бы, я хочу заесть просто из-за того, что я пожрать люблю. Я 100 килограмм веса почти. Я есть хочу постоянно. Но... Даже какая-то шоколадная, что ли, но-то появилась. Нет, ну... Крушовица, лайк. Мне нравится. Даже не знаю, что сказать. Похвалить пиво, сказать, что это коричневое золото. Не могу, если честно, но... Пока это лучшее пиво. Меня реально смущает эта херня, то, что... Почему я... Я не знаю, я рандомно, может быть, так, конечно, выстрелил. Я честно сомневаюсь, что Мельник и Гусь будут хорошими. В этих чуваках я еще уверен. Потому что я думаю, да, они будут нормальными. Как минимум нормальными. Возможно, и великолепные. Да, возможно, Михаил Хиршов, можно... Ну, ладно. Не буду опять про это шутить. Шутки про анализывание МПК, они уже исчерпывают себя. Хотя, как говорится, шутка, произнесенная два раза, становится в два раза более смешной. Ну, короче, давайте перейду к следующему пиву. Не буду вот эти вот долгие затягивания. С вытягиванием из себя монологов перейдем к следующему пиву. Музыкальная пауза. Я капец, я на укулеле две недели где-то не играл. Следующее пиво. Я, короче, убрал банку черновара в холодос. Она просто, а то выдохнется. Короче, следующее. Я решил пойти с этой стороны взять козла. Потому что, блин, козел классик. Легкое пивко. 3,7 алкоголя всего плотность. 9,6. Меньше чем 10. Прям очень легкое пиво. Вода, солод, ячменный. А, ну они не пишут какой-то жжонный, карамельный. Сахар, хмель и хмелепродукт. Ясно, сахара бахнули. Кто у нас, блядь, любит сахар бахать? Эфес. Кстати, первое откручивающееся пиво. Буду уменьшать дозировки пива. Потому что что-то без еды пить тяжело. Как говорил пророк Сандой. Тяжело, тяжело. Кстати, здесь уже пена какая-то... Хотя нет, тоже кремового цвета. Меленькая. Но она упадет скоро. Кстати, по цвету я думал, она будет прям светлее, чем... Черновар или Крушовица. Но не сильно светлее. А вот ароматика, вот эта приятная, сладковатая нота добавляет симпатии к этому пиву. Вот хочется в нем влюбиться. Хочется вот козла этого обнять. Что вы подумали. Ну, она какая-то более скудная. Тут просто как-то сладковатая, карамельная, сжженная нота. Без сухофруктовых как будто оттенков. Но пахнет неплохо. Я сказал, пена упадет. Пена уже упала. Ну, козел сладкий, это разбавленная Крушовица немножко, если честно. Ничего интересного здесь я прям не вижу. Нормально. У меня он казался слаще. Я не знаю. Все пиво такое не сладкое. Я не знаю. Жигут, блин. Следующие жигули, потому что они вроде сладковатые хотя бы чуть-чуть. Не знаю. Я может это... Привык, когда всякие крафтоделы делают сейчас... У них популярны эти пастри всякие варианты, типа кондитерские. Пастри стауты, пастри саурели. Пастри же. Да, пастри. Которые более сладкие такие. Перцы часто у нас в России делают, почти все сладкие. Я не знаю. Я люблю в темном пиве ноту такую. Не прям, чтобы оно было сладкое, но какой-то сладковатый привкус. Мне нравится в нем. Это... Да среднее пиво, если честно, ну... Да на уровне с хуршовицей пофиг. Может, не насыщенное. Оно такое... Базированное. Это пиво просто... Это козел. Это база. Это base. Это, так сказать, основа. Это, так сказать, база. Ну, вот это база. Не знаю, что еще про козел сказать. Нормальное пиво. Оно хорошее. Оно не скатывается вроде как. То есть, я когда пил светлый козел, мне светлый козел казался, ну... Последнее время, кажется, посредственным прям пивом. Да и все, наверное. Кстати, блядь, про козел. В свое время был охуенный козел, богатый хмель. Бухатый хмел в зеленой банке. И он пропал. Я не помню, он был, наверное... Я его года четыре уже не вижу. Но это было отличное охмеленное пиво. Это как сэшеный пиэй, типа, был. И его больше нет. Ляля больше нет. Не знаю, обидно, кстати. Вот это был самый классный сорт козла, если честно. Возможно, народу не заходят охмеленные сорта. И это плохо. Хотя, вроде как, жигули и папа продается. Типа, его любят люди. Его любят те, кто любят крафт. Некоторые люди любят, кто любит горькое пиво. Все-таки, ну... У нас пока еще в большинстве люди в плане горького пива любят именно жженое пиво. Почему-то вот горечь жженки людям заходит больше, чем горечь хмеля. Хотя, я не знаю. Ну, у меня наоборот. Я люблю больше, наверное, горечь хмеля. Типа, я какой-нибудь... Айпей выпью скорее, чем стал. Потому что, не знаю, как ты... Ну, выпей вкуса больше. Он не больше, он интересней. Он многогранней. Он крафтососней. Вот прям можно выпить и пей, потом отсосать своему парню. Че? Почему я всегда так не люблю в обзорах фанатов крафтового пива? Я-то сам крафтовое пиво достаточно люблю. Я не знаю, ну, у меня тут не видно стол. Он у меня отклеен этикеточками от крафтового пива. Вы только одну, может, там видели. На корпусе компа. Нет, тёмный козел норм. Я буду, наверное, это сразу в рейтинг выстраивать пивасы. Ну, я поставлю это как на одном уровне. Не буду там одну на одну ставить. Будет, конечно, забавно, если я поставлю одну бутылку на вторую бутылку. Потом буду проверять, как глубоко я сяду на две. Ну, понятно, конечно, сверху надо козел ставить на бутылку равномерно. Расширяющаяся. У меня козел нормально. Те же, сколько там, я шесть поставил. Четыре, пять, шесть, да. Те же шесть баллов получают. Пока, не знаю, я пока не нашёл какое-то тёмное пиво, которое будет прям для меня вау. Восемь, скажу. Есть ещё для меня шесть, оценка, тип, нормальное пиво. Оно не крутое, оно просто норм, хорошее. Пиво. Пиво беру, пиво. Хочу пиво, беру пиво. Восемь, девять, десять. Это уже прям офигенский пиво с семь. Это очень хорошо прям. Ну, с козлом мы закончили, перейдём дальше. Переходим мы к следующему ашколистскому пиву с жигули. Бархатное. Короче, мне оно очень понравилось, я уже вроде говорил в обзоре на все жигули. Оно хоть шоколадное, вкусное было, четыре с половиной. Пиво тёмное написано. Бархатное. Ну, состав вода, солод, хмель. МПК никогда не расписывает ничего, кстати. Дымок приятный. Пар точнее, наверное. Хотя бы алкоголь. Один в плотности, алкоголь четыре с половиной. Так, что-то пока не чувствую ничего забавного. Тогда прям шоколадом пахло. А нет, ну-ка подожжите. Ну, на вид, как все. Пены, кстати, мало, правда. Почему-то пахнет хмелем. Ну, какая-то шоколадная нота есть, но она прям небольшая тут. Ну, это пиво больше всех пахнет шоколадом. И мне это нравится. Ну, другие так шоколадом не пахли, как это. Да, запах мне нравится. Такой кофе, шоколад, ну, лёгкий. Я когда что-то делал обзор на Жигули, мне казалось, что оно сильнее пахло. Но запах мне нравится здесь. Больше всего вот здесь запах отличный. И вот в Чуцком был запах хороший. Тут может даже чуть интереснее. Ну, короче, вот это лидеры по запаху. Ароматики. Вот всякие винные эксперты, эсперты, они не любят слово запах, они говорят аромат. Запах это, блядь, пердежа, блядь. После того, как мы шампанского набьёмся и пердим друг другу в нос. Ну, короче, блядь, меня просто бесит вот такие доёбки, когда нельзя говорить слово запах, когда надо говорить слово аромат. Я, типа, я кривозубый крестьянин, я люблю разговаривать просто. Это вот как я в обзоре на медовуху. Давай, сейчас выпью и скажу. Оно перегазированное. У него хмелевая горечь есть. Как будто. Оно... И тут нет шоколада, который мне тогда понравился. Ну ладно, я ещё подумаю. Короче, когда я делал обзор на медовуха неправильной мёд в шортом, я там вот эту тему сказал, что, ну, фанаты крафта, они все крафтовые медовухи, они будут говорить, что это не медовуха, это мид. Это меломель. Это там капсоцумель. Это, блядь, вы заебали душнить, блядь, вот этой хернёй. Почему вы не можете просто принять, что мид это так пишется на английском языке что означает мед в россии привыкли алкоголь сделанный из меда слабо алкоголь и напиток из меда звать медовухой и вот говорит это мид да мид потому что вы по-английски а это бир это не пиво это бир ну пиздец я такой я не понимаю вы блять настолько типа ёбнутые что ли вот реально помню когда смотрел или смотрю у кого-то там например из блогеров пивных и в свое время когда кто-то из них могли относиться с такой предвзятостью к винным людям говорят что они блять гумозные уебаны или то что они такие блять чсвшные хуилы которые вот блять про вино там блять оно вот такое то какие-то нотки вот а это блять вообще не вино сейчас они также относятся к пиву я такой блять ебать вы лицемеры это неправильно так делать но вот как то так но реально какой-то хмелевой аромат почему-то ароматика хмелевая пахнет хмелем есть шоколадная нота но это пиво не такое вкусное как я его пил на обзоре жигулей я ему тогда жопу вылезал этому пиву на час нет этому пил два месяца кстати 1 июля сделала это она кстати перегазирована я жаловался на жигули что мало газа ци теперь много газа ты еще знаете но вдруг м пока есть человек который знаете смотрит любые ну там не знаю как маркетолог или еще кто-то смотрит видос он такой блять сука тебе всегда не нравится то тебе много газа то тебе мало газа сможете лицо разбить чтобы тебе было нормально ну короче не знаю не то это вкусное пиво которое мне тогда понравилось это вот где-то будет знаете на уровне с чутским что-то где-то здесь я думал это будет что-то великое что-то вкусное что-то слегка сладенькая да блять почему ни у кого нет достаточного количества сахара возможно мне кстати рецепторы забились честно надо было водички попить но я не буду я у меня рецепторы достаточно сами чаяц я просто лентяй мне в этом пиве самая большая сладкая нотка такая есть приятная но сладость короче больше среди всех норм но я бы сюда поставил за счет того что нет шоколада того блять который мне понравился она получше чуть скола наверное все же участку горечь которые больше ничего не дает во вкусе забивает все рецепторы но ладно у меня рецепторы на вкус забились но запах не такой сильный как раньше я сразу сказал поэтому извините им пока я вам не буду железать жопу пока вы не дадите денег или хотя бы пиво или хотя бы блять фирменную кружку жигули бархат барная точнее бархатная потому что я такую кружку все когда-то хотел купить а потом у нас их раскупили и больше не продают на мне эту кружку очень нравилось я бы все пивасы даже не ваши пил бы отсюда и говорил блин боже мой такая великолепная кружка что пиво даже по вкусу похоже на пиво там пока ну короче нет я не знаю я хочу сказать что для меня вот это одного поле ягода все-таки тут скучно было в горячей все это вот да нет жигули чуть хуже все сказать там стоят не знаю скучно почему-то тогда я говорю я пил прям шоколад был мне понравилось не знаю возможно они для как для волковской для шоколадного стаута теплыми ногами топили шоколад а потом ну он прилип понятно к ногам когда растапливался температура тела то надо было где-то помыть ноги а воду отключили кто-то помыл ноги в танки где сбраживалась жигули бархатная и то партия очень сильно отдавал шоколаду на вкус и запах возможно это было так я не утверждаю но может возможно среднее пиво пять с половиной получает и перейдем к следующему предпоследний по очереди возможно не по рейтингу конкурсант старый мельник старым мельники классно все ну в плане внешнего вида бутылка блин самая прикольная такая бочоночек реально забавный этикетка с мельницей а выделяется правда выглядит будто региональная пивоварня ну ладно помните типа хайникина у нас делает три вида солды 4 2 алкоголя из бочонка на бочонок конечно только бутылка в виде бочонка больше ничего тут нет старорусский рецепт современный рецепт вообще похуй какие рецепты 10 и 3 плотности 4 2 алкоголя вода солод ячменный сахар ну блять заебись три вида солода вы пацаны расписали конечно ухмелькнули продукты мы тут написали светлый жженый карамельный блять и у кого-то иначе красивый пива пухнула или я не знаю кто хочу чтоб пена красивая кстати сколько у козила алкоголя не 42 случайно а 37 козил уже легкий . ну ладно ну кстати тут пена самая светлая типа у прошлых была пена более какая-то такая бежевая кремовая но на на цвет да как и все она на цвет не особо отличие заметно запах самый беспонтовый вот это пирожок ни с чем я кстати в предыдущем обзоре говорил повод легкий ржавый запах немытых ног это чё эфес да это эфес делает ну пахнет пока что как балтика примерно но чуть на также не особо приятно но более насыщенно я не скажу что это особо плюс очень газированное пиво на вкус очень жженая короче жженка забивает все но из-за менее интересного запаха тут короче сразу понятно и у нас справляется это лучше чем балтика но это хуйня ну запах прямо отстойный мне не нравится даже как дефект какие-то в пиве проглядываются но в темном пиве их тяжело почуять мне потому что много всякого жженого в аромате есть не на как как козел по цвету мне кажется не знаю мне не нравится дайте еще раз попробую жженка сладковатая тема на какой-то ржавчины опять отдает как вот балтика это будто братья она сделана на разных пивоварнях это блять правая ну левая точнее палочка твикс это правая палочка твикс но они конечно больше отличаются ну и мне не нравится чуть с кое бы с радостью наверное взял второй раз чем это из и запах кстати отвратительную пивом нет пока один из худших представителей блин старый мельник кстати я даже не помню было ли у них нормальное какое-то пиво блин вот обидно я вспомнил что знаете какое пиво сибирская корона и году в шестнадцатом наверное пятнадцатом у сибирской короны было типа крафтовая линейка у них было три пива орел тигр и медведь был встал медведь орел и по было хуже чем волковской по волковской тоже то время уже было и амурский тигр я помню этого ржаной эль был ржаной или тоже был неплохой в принципе и стал и стал блоге похуй по была неплохая блин обидно она у них видимо как в тему не зашло и сейчас в целом я не знаю вы замечали или нет но пиво и сибирская корона но в целом не популярна раньше его кто там у нас матс миккельсон что ли рекламировал по моему сибирскую корону очень еще старая реклама когда по телеку можно было рекламировать пиво чем сибирская корона считалась какой-то такой премиальным сегментом пиво российского да кстати что я его пью она уже не такой мерзкая наверное вот так но они одинаковые жигули повкуснее все но вот эти плюс минус не я в конце попробую еще раз чуть скоро все же она кажется таким как и было очень тяжело в блин я тяжело разбираться но не разбираться выстроить вот этот рейтинг темных лагеров потому что много жженки она вот блин забивает вкус собой ее надо правильно уметь сбалансить жженку и вот не все умеют и фишка тут расставить правильно рейтинг это блять найти пивоварню которая смогла правильно сбалану во первых правильный сам солод жженый и карамельный и светлый пропорцию сам солод и так далее найти и блин меня расстроило мпк больше всех пока что я надеялся возможно я сделаю пожирование смешаю все виды пива в одном потом блевану как озон и скажу блять не пробуйте пиво закажи мы бы чудо не были и вот так еще блин мельник поставить все-таки хуже что запах на неприятный ну пускай же стоит здесь нет да нет блять я попробовал сейчас большой глоток и неприятно ржаво я устал пацаны давайте следующее пиво последнее и делаем рейтинг блин ну и наверное пацаны пора заканчивать со всем этим последнее на сегодня пиво тот скажет крайне я скажу мне похуй жатецкий гусь черная я не знаю жатецкий гусь скатившиеся марка пиво нефильтрованная версия так себе классический хуйней стал черный не знаю пил два раза наверное в жизни и то на обзор не в целом я про все почти темное пиво так говорил наверное бархатного много в свое время пил я вот так поставил на первое место нет пока что ты стоишь здесь дружочек пирожочек ну кстати у него красивая пена плотненькая и цвет приятный само пиво по цвету обычная эх надо искать сколько тут алкоголя алкоголь три с половиной оборота ну а ну это квас пацана но менее крепкая чем козел а плотность какая а вы ее типа вообще писать не стали да блять банку крутить нельзя поуже как-то написать солод вода вода ячмены светлый жженый карамельный ячмень сахар солодовый экстракт ясно энергетическая ценность алкоголь три с половиной содержание тела они тут даже плотность не пишут и там нахуй она вам надо знать плотность вы меня полторашку наверное этого взяли и пьете пахнет отвратно бля горелой резины какой-то фу это блять самый худший запах пива из всех на вкус самая сладкая чуть жженая и знаете а на вкус то не так и плохо тут есть то что я хотел сладковатый вкус плотность бы написали но это балтика понятно делает объем кстати 0.45 я думал 0.45 они блять бал я только сейчас узнал балтика заказали сайт жатецкий гусь . кс ну типа сизет типа чехия блять это пиво придуманное в россии но они блять настолько уроды блять на балтике это оценочное мнение было ну настолько люди которые пытаются ввести нас в заблуждение что сделали чешский сайт этому пью возможно это было всегда я только сейчас узнал ну это мразотство какое-то да и вкус оно слишком сладкое и слабо жженое но это лучше чем балтика браунель все равно хотя мне кажется кому то понравится это пиво но не знаю это блять три с половиной градусов алкоголя это сэшн лагерь что ли ну маловато хотя в советском союзе было такое пиво русское черное которое вообще было там по-моему два градуса алкоголя но или два там мало было очень алкоголя я помню слышал про него блин хотя подождите ну мне очень не нравится его запах оно пахнет кисло во первых ну кисловата во вторых ржавовато по началу на вкусе это кислинка в том сладости жиренка да не я слишком много минусов называю короче рейтинг сээээээээээээской мой рейтинг я думаю уже хватит я обзор долг-долго снимаю он уже будет нудный великолепный длинный вкусный потом блеван успею боярин азону привет Короче, я не буду доставать черновара Но мы запомним, что у нас вот здесь Ах, я достану Я могу даже не склеивать здесь Я достану черновара Но я его поставлю, чтобы не думали, что я подсосал черновар Я его поставлю вот так То есть вот эти три пиваса Козел, Крушовец, Черновар Первое место Второе место Жигули Третье Чудское Вместе с Мельником Первое, второе, третье Это четвертое место Вот эти два я бы не стал брать Вот эти бы два уже сомневался бы брать Вот это, ну А, нет, стоп Ну да Вот это, ну такое Вот эти нормальные пивасы Козел, Крушовец, Черновар, норм В принципе, вот это рейтинг На этом рейтинг и закончится А мне, кстати, же отецкий гусь тут даже понадобится И как говорит Классик, забаненный К сожалению, удаленный На русском ютубе Блин, я хотел сегодня, кстати, купить себе хрюкающую свинью Как думаете, пацаны? Нужнали мне на обзорах Ива, хрюкающая свинья Как у гоблина И как говорит гоблин Говорил уже, наверное, правильно для ютуба Ну а на сегодня все До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин